Соперник волейболистам из лицея подмосковной попался серьезный. Первый матч прошел в напряжении. Удача улыбалась командам по очереди. Игра шла до 15 очков. При этом разница в счете команд должна была быть не менее двух. Мы должны победить. Первую игру мы все-таки старались всей командой. Должны были вырвать эту победу. Но как-то не хватило чуть командного духа, какой-то сплоченности. Но будем к этому стремиться. Участники фестиваля волейбола оттачивали навыки на уроках физкультуры, техника, тактика, стратегия. Изучали все тонкости этого вида спорта. Профессионалы подчеркивают, волейбол – игра интеллектуальная, поэтому развивает не только физически. И настоятельно советуют не забывать про психологию. А вот вопросом команды образования, вопросом управления мотивацией, преодоления страха, преодоления стресса, вопросом управления воодушевлением, потому что то, каким ты выходишь, это очень важно. У нас это не так все развито. Но вот у нас за речью Одинцова, как мы сегодня знаем, мы уделяем это очень большое внимание. За игрой школьных команд следят волейболистки из молодежной команды за речью Одинцова. Судят профессионально, но с оговоркой на уровень подготовки игроков. Конечно, если сравнивать с нашими командами, конечно, это слабенький очень уровень. Это понятно. Но, возможно, среди них какие-то есть самородки, которые в будущем и появятся в наших командах. От массовости к мастерству – девиз организаторов фестиваля. Поэтому школьники Одинцовского округа продолжат оттачивать свое волейбольное мастерство. Многие команды, выходя из турниров серебромячего фестиваля, оказываются тем, что где же играть дальше, где же продолжать практику. И было принято решение создать, сформировать школьную волейбольную лигу, в которой в этом году примут участие 16 школьных коллективов. Первые игры в рамках школьной волейбольной лиги пройдут уже 7 октября. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.